Привет! Меня зовут Даша, и сегодня я буду отвечать на вопросы, которые мне задали в ютубе. Сначала я покажу, как все выглядит вокруг, а потом начнем видео. И также, если мимо меня сейчас будут пробегать какие-то кони, или люди на конях, или какие-то бешеные кони, это потому что здесь конюшня. И также я сижу в машине, потому что сейчас хорошее освещение, а у меня дома в квартире ужасное освещение. Так вот, первый вопрос. Расскажи побольше об учебе в Исландии, о культуре и о людях. Я уже говорила в прошлых видео, когда меня спрашивают что-то о Исландии, именно там расскажи вот это, расскажи то, как живется, как это. И как бы нельзя просто так взять и в одном вопросе просто сказать, да-да, вот тут люди такие, учеба такая, вот это и все. И как бы следующий вопрос, потому что, блин, это займет миллион лет. Поэтому, либо я когда-нибудь перестану быть ленивой и сниму видео о Исландии, именно то, что я однажды хотела снимать, именно одно видео, к примеру, о людях, потом о школе, о магазинах, о городах, обо всем, о еде, обо всем просто музыке, просто вот такие вот куски видео, именно про исландскую что-то. Но это если я не буду ленивая. А сейчас я ленивая, и поэтому я скажу, что все можно, конечно же, найти в интернете, потому что я тут не единственная в Исландии живу, поэтому все можно найти в интернете. Так что извини, пожалуйста, Мэри, но я не отвечу на твой вопрос, потому что он меня займет очень много времени. Но, если я когда-нибудь перестану быть ленивой, я сниму целое видео о твоем вопросе. Какую музыку ты любишь слушать? Назови любимой на данный момент песни. Если смотреть по жанрам, то самая моя любимая музыка – это инди или инди-рок. Назови любимой на данный момент песни. The Emotion от Bourns. Я не могу ее сейчас играть, потому что YouTube не разрешает играть песни, но это The Emotions от Bourns. Также я слушала очень часто саундтрек к фильму «Погровый пик». Очень хороший фильм и очень хороший саундтрек, хотя бы до половины. Потом он начинается такой прям страшненький, когда один дома, очень страшно его слушать. Потому что музыка на половине саундтрека примерно вот такая. Да. И представь еще, ты один дома, никого дома нет, ты сидишь в компьютере в темноте. И еще такая музыка пошла. Нет, спасибо. Нет, спасибо. Сколько у тебя подписчиков? Так вот, этот вопрос меня задают очень часто, прям реально очень часто. Просто я закрыла строку, где подписчики, как бы номер подписчиков. Ну, как, сколько у меня подписчиков я закрыла. Поэтому только я одна могу видеть, сколько у меня подписчиков на канале. Другие не могут это видеть. И так вот, да, просто мне не зачем ее показывать, Потому что кому какая разница, сколько у меня подписчиков И это как бы не сильно важно Но так вот, чтобы сказать, сколько у меня подписчиков Я не буду говорить целый номер, потому что они всегда то меньше, то больше Поэтому это будет глупо именно У меня вот столько это, вот это Поэтому скажу, что это четырехзначное число, скоро будет пятизначное Следующий вопрос В каком городе ты живешь? Я живу в городе Рикявике, хотя я всегда говорю, что я живу в Рикявике и в Барганессе Потому что в Рикявике я живу пять дней в неделю, а в Барганессе я живу два дня Это потому что я снимаю в Рикявике квартиру, а на выходные еду домой к родителям Ты складываешь сценарий к видео, сложно учиться в Исландии Так вот, не для всех, вот, к примеру, как это видео Это я просто подъехала в какой-то пустырь, включила камеру и просто говорю А в других видео, к примеру, какое-то Это было только единственное видео, где сценарий был написан Ну, точнее, не сценарий, а просто идея Это было Бабы от Гарри Поттера, по-моему, так называют Да, в том видео был сценарий, потому что и так видно по этому видео, что это сценарий Хотя не именно там, где мы конфеты пробовали, а в начале и в конце Да, сложно учиться в Исландии Ну, если ты глупый на голову и все такое, то да Но если ты нормально учишься, как бы это смотря по оценкам Если ты глупый, то ты будешь тупо плохо учиться И получать плохие оценки, это, наверное, как и везде Но именно в Исландии то нет Даже могу рассказать маленькую историю, только буду говорить очень быстро Поэтому, если я говорю неправильно, тогда извините, что поделать Когда мы переехали в Исландию, мой старший брат Никита был, по-моему, в пяти По-моему, пять он классов закончил в России Потом переехал в Исландию и были уже оставшиеся классы в Исландии И вот за все эти пять классов, которые он был в России Когда приехал в Исландию, ну, примерно, скажем, пятый класс в Исландии Проходит то, что Никита прошел, примерно, во втором классе в России Поэтому у нас, я бы не сказала, что Исландия сильно отстает во всем этом развитии Но просто вся школа и все очень, как бы, назад отодвинуто Например, у меня математика, может быть, у меня уже колледж второй год математики А в России это, может быть, восьмой класс просто в школе Поэтому у нас очень, как бы, каких видеоблогеров ты смотришь? Я подписана почти что на 300 каналов, поэтому все просто мне невозможно сказать Хотя в последнем где-то видео, по-моему, я уже отвечал на этот вопрос Поэтому, если ты хочешь посмотреть, то посмотри-ка другие ответные вопросы По-моему, даже самый первый или второй Короче, очень давно Где ты учишься? Я учусь в колледже в Мосфильшбайре, который находится в Рекеоке Мосфильшбайре это просто название района И этот колледж называется Фрамхальдшколе и Мосфильшбайр Назови любимую группу, жанр ее песен, любимую песню данной группы А также расскажи о своих увлечениях У меня очень много любимых групп Но именно вот сейчас, именно вот сейчас, сейчас, на момент Это, наверное, конечно же, Imagine Dragons Потому что они просто лучший жанр Ее, наверное, инди И любимая песня данной группы Вот именно сейчас, я когда вот сюда ехала Я слушала песню Tokyo И поэтому я скажу, что это просто Imagine Dragons Tokyo Хотя у них просто очень много классных песен И это просто одна из моих любимых Увлечения, я обожаю рисовать, мулевать, перекрашивать Только не волосы, а именно перекрашивать, может, вещи Если я, например, куплю чашечку, потом перекрашиваю ее другой цвет Или что-то типа того Что еще? Смотреть YouTube, бездельничать, спать, жрать, сидеть в интернете Снимать видео, когда я не ленивая Да, просто быть ленивой Сколько тебе лет? Мне 17 лет Я родилась с 98 года Как родители реагируют на твой цвет волос? Как на них реагируют в твоем учебном заведении? Родители Моя мама хорошо реагирует на мой цвет волос Она мне помогает перекрашивать волосы А папе как бы все равно Я ему однажды сказала Папа, завтра я пойду и подстригусь на волосы Мне мои волосы бесят Хорошо Как бы ему Так вот Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok